Перспективы развития предприятия холдинга Президент Российской Федерации и правительство Российской Федерации ставят перед нами задачу, чтобы как можно больше товаров мы не только производили, но и они были конкурентоспособны и выставлялись за пределы Российской Федерации. Поэтому мне представляется о том, что то, что вы делаете, то, что вы производите, цемент высоченного качества может поставляться в Ульяновской области за пределы Российской Федерации. Как отметил Михаил Скороход, с 2014 года выпуск цемента в России снизился на 18 миллионов тонн. Из-за печальной тенденции производители вынуждены концентрировать производство на самых эффективных площадках. Одна из них – завод в Сенгилее. Предприятие производит сухие смеси различного назначения для жилищного, инфраструктурного и промышленного строительства. Сегодня надерживает вера в конкурентной борьбе по сравнению с тем же Ульяновск цементом. Задача – вывести Сенгилейский завод на максимальную производственную мощность. Миллион сто тонн Сенгилейский завод может выпускать, но для этого нам необходимо создать очень хорошую инфраструктуру. Это связано с тем, что Сенгилейский завод не имеет железной дороги. Посему все усилия должны быть направлены на создание мощного автопарка. Инвестиции, которые постоянно привлекают руководство холдинга, помогут создать новые площадки для сбыта. Например, в ближайшее время завод станет основным поставщиком продуктов в восточную часть Атарстана. Для того, чтобы принципиально решить вопросы водоэксплуатации завода, должны быть решены вопросы экологической зоны, экологической безопасности, соединения целостной структуры завода с структурой как города Сенгилей, так и поселка цемзавода. Вот эти вопросы были решены. Что касается Ульяновского завода, то по словам экспертов Евроцементгрупп, главное выработать правильные подходы и решения для дополнительной загрузки предприятия. Необходимо также найти новые рынки сбыта. В частности, выйти на Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизию. Рината Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.